ну и что ты там купил оставила ребеночка в городе пока ходила я на снимок челюсти своей что ты купил покажи нам это что бриллиант аметист и сколько такой стоит 12 ничего себе у меня там 5 евро и 2 на сдачу да а еще что ты купил это и по такой это своему крестному он купил филиппу крестный при это он живет около парижа крестный который приезжал в москву для того чтобы крестить денис и они скоро с его отцом поедут туда в гости я папе звонил чтобы что любит друзья привет как вы уже поняли мы были с денисом в городе и денис у меня там гулял один пока я пошла на снимок челюсти сделала я снимок челюсти но теперь почему-то выдают его без описания ну вот все снимки выдает без описания и нужно с этим снимком идти какому-то специалисту сначала я пойду опять же к лечащему врачу затем куда у меня направит пользуясь случаем тем что кстати госпиталь тоже был пустой это какое-то очевидно невероятное просто все разбежались наверное все боятся дельты вообще пустой ну и собственно центр уколизации тоже был пуст и наглухо закрыт никаких очередей вообще там даже не пахнет везде в самом госпитале конечно разве что я почему говорю госпитале как смесь поликлиники у нас во франции и больницы потому что здесь как ты и приходишь к врачу к разным специалистам также здесь ну там рентгены всякие всякие там сканы и так далее плюс еще находятся узкие специалисты и плюс еще в этом же месте находится сама больница собственно говоря то есть это по другому коридору там на этажах ну и соответственно сопливый госпиталь тоже здесь находится где все под такими большими кругами что стоп сюда нельзя здесь сопливая зона тип но я один раз когда кстати устраивалась на работу в прошлом году на рецепшн в этот госпиталь я ждала рандеву свое с директрисой и я сидела как раз около этой двери где было написано дарий то есть сопляри так скажем и что-то там кто-то заходил медсестры там туда-сюда заходили они туда в такой одежде специальной но когда открывали дверь было видно что там пусто но однако держит такие дарий так скажем в надежде что кто-либо к ним да попадет наверное так вот получил я этот снимок и теперь буду записываться и пользуюсь случаем то что сейчас у нас все боятся дельты никого нигде нет очередей тоже нет поэтому я пойду я займусь своим здоровьем схожу по разным узким специалистам и посмотрю все ли в порядке собственно говоря ну и соответственно с челюстью также и пока я сидела там в ожидании результата своего снимка мне пришла в голову такая идея а не озвучит ли мне некоторые из комментариев подписчиков которые мне пишут под моим видео на котором я рассказывала о том как изменилось мое здоровье сначала говнодемии и люди мне тоже там пишут как изменилось их здоровье и очень много симптомов похожих прям вообще похожих и мне пришла в голову такая идея озвучить это то есть чтобы мы уже четко себе представляли картину какие симптомы и там же люди делятся своими какими-то народными рецептами чтобы улучшить свое здоровье чтобы пережить вот какие-то периоды чтобы очиститься от вот этих загрязнений которыми нас загрязняют и так далее мне пришла такая идея зачитать самые лучшие комментарии скажем так все лучшие комментарии но какие-то из комментариев я хочу зачитать а также у меня такая просьба пишите пожалуйста мне на мейл я сейчас под видео тоже его оставлю мой мейл присылайте ваши какие-то идеи и ваши рецепты народные сразу скажу будьте осторожны потому что это все подходит не всем собственно говоря вот допустим там взять ту же самую полынь да она может кому-то навредить если у кого-то проблемы с желудком или проблемы с какой-то еще системой до переваривающей так скажем ну и собственно слушайте свою интуицию советуйтесь своими хорошими правильными лечащими врачами но и почему нет можно прислушаться к некоторым советам как говорится мы на войне а на войне все средства хороши и почему бы нет почему не прислушаться и кто знает собственно говоря в каких полях и в каких лесах и землянках мы можем оказаться и почему бы не взять себе на заметочку некоторые рецепты можно сказать что это даже не рецепты а какие-то жизненные находки такие как например вот как я нашла для себя что я хожу по траве и даже если мой дом я кстати здесь в этом доме отодрала все радиаторы ну потому что они очень много жрут электроэнергии в общем я все отодрала и оттащила вот в красный дом здесь их вообще нет радиаторов комнатах по моему только есть это и те выключены ну потому что там не хочется оставлять какие-то проводки такие в зале точно ни одного радиатора нет коридоре тоже нет в коридоре у нас раньше так как длинный коридор здесь стояли какие-то как же я грею зимой у нас зима бывают очень противные так вот я открыла для себя во первых что если вдруг я начинаю подмерзать и если я при этом разуюсь и похожу по ледяной земле то у меня начинается потом какой-то всплеск вот я не знаю кровь начинает циркулировать что-ли по-другому я чувствую себя лучше и я начинаю даже раздеваться потому что мне становится жарко это первое и второе как вы видели мы обогреваемся также естественным способом это дровами кстати надо скоро покупать дрова и пока еще хулио маячит на горизонте я думаю что я куплю вот сейчас дрова и кто-то мне поможет их даже в поленицу сложить так я буду зачитывать комментарии прямо с экрана вот например один из них здравствуйте я на хочу сказать что спасение утопающих дело рук самих утопающих в данном контексте я согласна то есть мы сами взрослые люди и мы должны понимать что если мы тонем по каким-то причинам то нужно себя спасать а не ждать пока кто-то какую-то таблеточку или укольчик не дай бог предложит вот пишет мне подписчица татьяна для улучшения самочувствия вот например от лапы крутит хвост болит физические упражнения я лентяйка поэтому полюбила мини комплекс какой-то мини комплекс голки со голки со 15 минут через день и проблемы с костями отпали сами собой от себя скажу друзья я тоже лентяйка по поводу не по поводу того чтобы заставить себя заниматься это я люблю по поводу того чтобы отнять у меня и так не хватающего времени и расстелиться на коврике махая ногами собственно говоря но я стараюсь все таки делать упражнения йоги вот есть йога для начинающих например 15 минут 30 минут хотя бы два раза в неделю а если это делать регулярно каждый день по 15 минут выделить на здоровье на физические упражнения даже разгибания какие-то растяжки выгибания там кошечкой там и так далее то это уже огромный огромный плюс я например такой человек который не любит насиловать свой организм бегать маршруты всякие и делать всякие силовые упражнения отжимания и так далее но мне не нужны кубики собственно говоря шоколадные и так далее на прессе и уже я не думаю что я прям скину так сильно много поэтому вот для гибкости тела и для того что вот знаете такая есть такое понятие радость тела когда тебе тело саму говорит чтобы тебя высвобождается какая-то энергия даже и она тебя благодарит вот просто ты чувствуешь что тело тебя благодарит и она рада а не так что она тебе вырабатывает молочную кислоту и ты потом по три дня лежишь болеешь я согласна что если делать по 10-15 минут то это очень большая польза самое главное регулярность дальше от набора веса тоже 2 не от набора веса кушать можно все диетами себя не морить но один прием пищи должен быть объемом как две ваши ладошки не более 2 ладошки но смотря как две ладошки две вот так или две вот так потому что 2 вот так это очень много получается у меня объем я стараюсь делать одну ладошку в общем я стараюсь делать все таки объем пищи совсем маленький вот одну ладошку и вставать из-за стола с легким недоеданием. Если я вижу, там что-то вкусненькое еще осталось, и я хочу доесть, то я себе говорю, что нет, все-таки не делаю этого. Стараюсь не делать. Так, продукты. Никаких полуфабрикатов и готовых изделий. Все готовят самим, вплоть до мороженого и сгущенки. И сладости, вернее. Вот она пишет, я аллергик и давно не могла есть халву, мороженое, сгущенку и так далее. А потом попробовала приготовить сама. Оказалось, что у меня аллергия не на сладости в итоге, а на то, что в них добавляют, на ту бяку, которую в них добавляют. Приготовленные дома мороженое, халва, маршмеллоу. Интересно, даже это готовят. Сгущенное молоко, скумбрия в масле и так далее. Никаких аллергий и других побочек не дают. Абсолютно согласна, когда есть возможность покупаю прям рыбину, красную, большую, свежую и солю. И причем ты добавляешь туда какие-то травки, приправки и получается очень вкусно. Опять же, та же соленая квашеная капуста никто не отменял, да? И какие-то вот такие дела. Халву не пробовала делать. Это, наверное, очень как-то затратно и долго, собственно говоря. Но вот мороженое хотел бы попробовать сделать йогуртовое. Часто мелькают в интернете рецепты. Йогуртовое, с какими-то фруктами или с изюмом. Очень вкусно. Так что вот, друзья, можно самим делать. И, кстати говоря, тем самым мы не только поправим свое здоровье, но еще и не обогатим кое-кого. Не имею в виду мелких производителей, имею в виду общую, кто такси собирает, значит, с нас. Так, и дальше. Вода. Избегайте пить магазинную бутилированную воду. А я-то покупаю бутылками эту воду в надежде, что она чище, чем из-под крана. Туда добавляется антибиотик или какой-то консервант, чтобы она не заванивалась. При постоянном применении этой воды появляются проблемы с почками. Это наименьшее зло из всего набора побочек. О боже! Все, я отказываюсь больше покупать воду такую. Я в очищенную воду из-под крана добавляю шунгит. Продается в аптеках такие черные камушки. Он очищает воду и добавляет полезные минералы. Подтверждаю, шунгит очень хорош. Действительно, он очищает воду. Нужно только единственное убедиться, что это действительно шунгит, а не что-то другое, похожее на шунгит. Я также, знаете, что делаю? Вот эти вот фильтры для очистки воды угольные. Я в него, прямо в этот фильтр, кладу серебряную ложку. Она у меня прямо постоянно там лежит. Серебряная ложка, большая. И, собственно, чищу через этот фильтр. Она там стоит какое-то время. Потом я ее разливаю по бутылям и ставлю в холодильник, чтобы она была холодненькая. Вот такую воду мы пьем. Теперь, значит, я все. После прочтения этого я отказываюсь покупать вообще полностью воду, тем более в нашей ситуации теперешней неизвестно действительно, что они туда разливают. Все, больше я ее не покупаю, нифига. Так, шунгит, значит, дальше. По нынешним дыхательным проблемам и для иммунитета делайте дыхательную гимнастику. А если приболели и начался кашель или затянулась реабилитация после болезни, обязательно делайте дыхательную гимнастику. Это убирает застои в дыхательных органах и повышает иммунитет. Значит, смотрим. Сегодня тоже посмотрю дыхательная гимнастика. Ну, насколько я помню, это значит дыхание правильное не через легкие, а через живот, если я правильно поняла. Но нужно посмотреть еще внимательно про правильную дыхательную гимнастику. Конечно, нужно заниматься этим. Гимнастика для тела. Ну, что нам стоит, да, там, 15 минут гимнастика для тела, 10 минут дыхательная гимнастика. Даже во время чего-то, какого-то занятия, даже того же ожидания очереди к доктору или куда-то там к стоматологу, либо когда вы сидите на грядке, то же самое можно делать. Ну, и для Дениса пишет. Когда мой сын был в возрасте Дениса, я ему поставила комнатный турничок с регулируемой высотой, чтобы можно было установить и высоко, и на уровне талии, для висения на ногах. У него вошло в привычку каждые 20-30 минут бежал подтянуться и повисеть вверх тормашками. Для безопасности турник ставил в низкое положение. Непонятно. Незаметно в течение года накачались мышцы, развернулись плечи. Мальчику обязательно нужны силовые упражнения, чтобы формировалось крепкое тело, а не мягкое, пухленькое девичье. Абсолютно с вами согласна. Надо что-то придумать для Дениса. Я не знаю, правда, где у нас можно здесь поставить турник, потому что у нас здесь везде вот это вот, как оно называется, плако, крошица, которая толстый такой элемент и внутри пустота в стенах. Не знаю, надо что-то придумать, но это обязательно, потому что Денис у меня просто стал диванным каким-то рыхлым пухляком. Это какой-то ужас. И причем получается так, что он теперь вообще не выходит на улицу, его не заманишь вообще просто. Даже когда я иду копаться, он что-то находит себе какую-то книжечку или чего-то, но он не хочет, отказывается, идти на улицу. Поэтому мне приходится его брать и тащить куда-то далеко от дома. Но вот здесь вот большой двор, он вообще не выходит. Либо если он выходит, он начинает меня дергать поиграть со мной в футбол. А мне, собственно говоря, некогда постоянно играть в футбол. Так, турник это вообще дело, честно говоря. Большое спасибо за подсказку. И вот Татьяна говорит, комната Дениса классная, туда есть, куда поставить турник. А куда его поставить? Вы имеете в виду, какой турник? Какой-то он на ножках, что ли, турник? Ну, есть разве такие? Я имела в виду турник, который, знаете, в двери там, наверху, вот такой. Но это очень неудобно, потому что ты головой будешь биться об проем двери. А как его еще поставить, я даже не представляю. Напишите в комментариях, если кто-нибудь знает, как лучше сделать турник. Кстати, по поводу общих симптомов, которые в последнее время существуют у очень многих людей. Я отмечаю из ваших комментариев, что у многих, как и у меня, быстрая утомляемость, это первый симптом, такой основной, скажем так. Далее, второе, сонливость. Ну, это как бы, так скажем, такие мелкие пакости, не крупные. Также еще всякие другие симптомы. Но вот из самых основных это вот такие. Дальше уже у кого как, у кого потеря зрения, у кого, вот когда включали эти вышки, начались какие-то проблемы с костями. То есть, вот еще ломота в костях. Ну, и, соответственно, какие-то начались хронические заболевания. Также многие подписчики пишут, что на наше самочувствие влияет психологическое давление. Ну, то есть, организм отвечает психосоматик. Когда у человека происходит какой-то стресс, то потом, если вы замечали, у вас болит и ломит все тело. Когда отпускает этот стресс, проходит, но тело начинает болеть. То есть, это психосоматика. Отношения намордников у многих возникает ощущение какой-то шерсти во рту или какой-то волосинки вдруг внезапно взявшейся. А кто-то прям говорит, что действительно ощущение шерсти во рту. Я же говорила, что каждый раз, когда я одевала раньше эти намордники, потому что я была такая прям про намордник в первом локдауне, то у меня было ощущение, что каждый раз, когда я выхожу из дома и еду за покупками в ста намордниках и с перчатками, и с гелем и так далее, то я возвращаюсь просто-напросто потом больная. И многие подписчики отмечают то же самое. Как только они едут куда-то в город или в какой-то супермаркет, где много людей, то они после этого ощущают себя разбитыми, усталыми, а то и кашляющими больными. Одна моя подписчица даже пишет, что в конце мая попала под дождь, она из Питера, зонт забыла взять. Когда пришла домой, увидела на одежде какой-то порошок. Во рту был песок, по ощущению, в носу тоже. Долго полоскала рот. На следующий день кашель... А, на следующий день почувствовала сильную слабость, болели суставы, появился аллергический кашель, забывала некоторые слова. Через неделю полегчало. Вот из Италии пишут, что продукты в Италии стали намного хуже качества. И человек обычно никогда не поправлялась, а вот за это время тоже набрала вес. Хотя ем очень мало салаты и салаты, все подорожало, постоянно летают самолеты над морем, оставляют какие-то белые решетки, следы. Ну и вот пишут тоже подписчики, что да, появилось такое понятие, как химическая пневмония, скорее всего, с неба. В Москве каждое утро устраивают геометрические линии, причем не сталкиваясь ни с каким препятствием, и более того, в моем окружении никто не обращал взор наверх и не удивляется исчерченному небу, довольно ярко проявленному. Я уже не говорю о том, что в официальной СМИ нигде об этом ни слова. Эти полосы расширяются в своем объеме, расплываются в единой дымке над городом. Небо очень низкое, такое впечатление, что туч лежат почти на высоких домах. Кстати, я заметила это тоже в этом году, вот эти вот какие-то вдруг набегающие облачка, они очень низко. Просто такое впечатление, что они вот сейчас сядут на дом на мой. Вы посмотрите, вот я сейчас вам поставлю кадры, это у нас небо было вчера. Что за кипись? Что за кипись? Кстати, у нас сегодня вот такое небо, аж вот такое. Вообще не следочка. Что за кипись такое? Что случилось вообще? Туда-сюда летают целый день. У нас такое небо, вот такое. Ни следочка, ни облачка вообще. Целый день носятся птицы как сумасшедшие, непонятно, что-то. Черные какие-то, галки какие-то. Только сракните мне в бассейн. Попробуйте только. ни облачка, ни единого. И вдруг вечером откуда ни возьмись налетела гроза. У нас здесь происходит все по четыре раза в день меняется просто резко. Как можно такое? Такого не было никогда в природе. Я не помню такого, чтобы так резко менялось. Какие-то плавные переходы все-таки были или какие-то предвестники. Сейчас же это происходит очень гипербыстро. Продолжу читать письмо Елены, где она описывала вот эту располосанность неба, так скажем. Небо очень низкое такое впечатление, что тучи лежат почти на высоких домах. Депрессивное из-за отсутствия солнечных дней, депрессивное состояние и тонус у многих пониженный. Настроение подавленное, лица под тряпками почти не выражают мимических красок и положительных эмоций. Да, это, кстати, тоже очень важно. Это гиперважно. И представляете, каково детям вообще, детям, которые целый год этого не видели. Теперь возникает вопрос, откуда возьмется хорошее здоровье и напрашивается ответ психосоматика. Ну да. Увы, психосоматика определяет физиологию, и эти два понятия абсолютно неотделимы друг от друга. Древние врачеватели говорили, лечите душу, а потом тело. А душа у всей планеты плачет. Люди все-все понимают, кто интуитивно, кто логически и кто очень конкретно. В этой ситуации, Яночка, вы не одиноки. Многие, пожалуй, большинство испытывают подобные или еще другие симптомы. Вы правильно настроены, много двигаетесь, позитивно и доброжелательно настроены. И этот фактор очень значим в сохранении здоровья и жизненного тонуса. Переходите на гомеопатию, на травы, отвары, правильно дыхание и верьте в себя. Верю в себя вообще безумно, обожаю себя. Гомеопатией раньше увлекалась, это наш доктор прописывал, когда к нему приходишь в кабинет, он говорит, антибиотик выписать или гомеопатию. Ну, я просила гомеопатию. В общем, уже давно никаких вылупков не принимала, никаких лекарств, просто очень давно. Травы, отвары, да, и правильное дыхание, вот нужно будет заняться, правильное дыхание, ну, и верить в себя, соответственно, я верю. Вот, кстати, всем желаю также. Вы и так без лишних комплиментов, достойно восхищения, спасибо большое, духом. Ой, прям, я даже не знаю, читать или нет, так красиво написано, но это покажется, наверное, что я хвастаюсь. Ну, ладно, прочитаю. Вы и так духом, доброй душой и творческим потенциалом, такие люди, как вы, всегда, делают жизнь красивее и духовнее. Спасибо. У вас даже кот уникальный своим умом и добрым сердцем. Сынуля в ней конкурса, просто гениальный ребенок. Добра и счастья вам всем. Спасибо большое, Елена, и вам тоже всего прям добра и счастья. Я больше чем уверена, что вы вот именно такой человек, как вы здесь описали. И все мои подписчики тоже такие. Вот пишет мне тоже подписчик Артемон Дуглас. Пишет, что у меня очень странный симптом. Уже больше года у меня как будто давит всю грудную клетку и не хватает воздуха. Врачи, конечно же, говорят, что это у меня в голове, а насчет костей у меня тоже есть такой, но думаю, что это связано с возрастом. Я связываю это с вышкой, пять там чего-то, да, которые у нас поставили на соседнем доме напротив и, конечно же, что-то распыляют. Живу в Испании. В Испании живете там, я вам сочувствую, у вас, наверное, там все про-про-про- про масочники, про укольщики, судя по тому, что рассказывал Хулио. Там все, он сказал мне, все, ну все уколы и укалываются. Слушайте, у вас вот прям вот явная психосоматика, когда у меня тоже бывали какие-то стрессовые ситуации, у меня было впечатление, что я забывала дышать просто. Начинается какое-то дыхание такое короткое, отрывистое, ты не дышишь полной грудью, и от этого начинает сдавливать грудную клетку и болеть все тело, все кости и так далее, потому что кислород ну как надо не поступает. В данной ситуации нужно попробовать уединиться и глубоко-глубоко подышать, продышаться, прям вот глубоко продышаться, ну на свежем воздухе еще лучше. А то, что у вас рядом пять, это конечно жесть, держитесь. Мы сейчас дойдем с вами, я надеюсь, до комментариев, и может быть люди еще дадут какие-то советы, напишут мне может быть на мейл или дадут под этим видео какие-то советы по поводу того, как если уже кто-то ковырнулся или не дай бог кого-то укололи или вот это вот пять, как противостоять, что делать именно. И как я уже говорила в прошлом видео, конечно же на ночь желательно отключать все электроприборы, там телевизоры, если они у кого-то еще есть, отключать все из розеток около головы, где вы спите, ни в коем случае ничего там не заряжать, никакие телефоны, и выключать обязательно Wi-Fi, желательно вообще все выключать, что не потечет, как холодильник, например, вообще все электричество вырубать такое, оставлять только то, которое просто необходимо ночью, например, там какой-то свет один, который ведет в туалет, да и вообще по возможности, конечно, лучше не держать около себя телефоны, когда вы на прогулке, когда вы гуляете, желательно выключать там все вот эти вот Wi-Fi, зонды и так далее, сказала Яна, которая прямые эфиры теперь на прогулках делает, ну, я не всегда, я стараюсь все-таки иногда практически вот выключить вообще телефон, особенно, когда я гуляю с своей дочей, которая вечно на меня орет, чтобы я не снимала, потому что я сейчас иду с ней и занималась ей, а не подписчиками, поэтому в такие моменты я стараюсь отключать телефон. Ты не снимаешь мои тапки? А я колесики снимаю. Очень-очень-очень много комментариев о том, что какая-то появилась сухость в носу, когда выходишь куда-то в город, например, и плюс еще бесконечно чихают, вот я вам подтверждаю, у меня тоже, как только я выхожу на улицу, особенно, если я в городе, у меня начинается просто бешеный чих, иногда даже слезоточение и чих, какие-то покалывания в носу, можно было бы списать это, конечно, на тополины, какие-то пухи или еще что-то, но их в данный момент нет, и у нас проходят очень сильные грозы, после которых ничего такого не летает в воздухе, но так как в городе чем-то кто-то все-таки что-то обрабатывает, либо это все-таки сыпется нам с самолетов, вполне возможно, но вот чихания у меня тоже такого раньше не было, чтобы я так ходила и чихала бесконечно, но если мы чихаем, люди, это хорошо, у нас это вычихивается, собственно говоря. Вот хотела вам еще комментарий прочитать, Ирина написала мне, весной 2020 и осенью, как только назначили режим сидите все дома, начался период кашля у нее, не проходящего по несколько месяцев, у меня тоже, кстати, было то же самое, и действительно усиливающаяся после посещения супермаркетов, в одном даже уловила едкий удушающий запах после того, как наклонилась за товаром на нижней полке и разогнулась, едва не потеряла сознание. Человек я очень тренированный и такого не было никогда. Представляете? Соплю словила в октябре аккурат между двумя турами выборов, когда всем на нас было на большую кучу. Так что лечилась дома подручными средствами и мне совсем по кайфу было отсутствие запахов, классно убирать кошачьи лотки. Прикол. Вес набирается, наверное, из-за хронического стресса. Все-таки мы живем не в самом подходящем режиме. От стресса растет уровень гормона кортизола, а он способствует набору веса. Да, это еще я, например, набрала, потому что вот этот страх, стресс и вечером единственный момент, когда ты можешь утащить в кроватку себе с компьютериком, смотришь какой-то сериальчик, чтобы уже успокоиться. Вот такой вот йогурт вкусненький, еще туда что-нибудь накрошишь внутрь, я любила, знаете, так, вот первый, когда локдаун был, я любила туда печеньку какую-то накрошить в этот йогурт и сидишь его там наворачиваешь, так тебе хорошо, потом засыпаешь тепленьким животиком, ну и, соответственно, вот оно, наползло, сейчас я уже такое не практикую, из симптомов еще, вот пишет Алена, февраль 2021 были те же симптомы, кашля, сначала сухой, потом куски слизи выкашливались около месяца, прям как лягушки, один в один у меня, у меня был кашель, сухой, мучающий, который постоянно отходишь, постоянно просто, потом он перешел в редкий, но мокрый такой кашель, и потом просто вот ты ходишь, уже кашля нет, но вдруг ни с того ни с сего ты начинаешь закашливаться и выхаркиваешь какой-то шматок такой похожий, правда, вот зеленый, на зеленую лягушку какую-то, что это такое? особенно на фоне того, что показывают, да, там червячки шевелющиеся в тряпках, кошмар, и вот кости ломило тоже, да, у нее тяжело дышать было, грудная клетка как будто опручем стянута была, но вот это еще из-за стресса, вот стягивания грудной клетки, когда такое поверхностное дыхание, скажем так, то вот такие ощущения, это от стресса все, поэтому же, вот поэтому еще, друзья, постарайтесь как-то минимизировать, вы уже в курсе всего, собственно говоря, что происходит, не пытайтесь выловить из интернета шокирующие какие-то еще новости, еще больше шокирующих новостей, ну, дозируйте их, так скажем, не нужно прямо в день вот эту вот кучу вот этого нагнетающего смотреть, потому что действительно вы разрушите свое психологическое состояние, и за этим следом пойдет и физическое. Я иногда смотрю и вижу некоторые заголовки в видео и думаю, господи, такое впечатление, что у кого-то есть задача действительно разрушить нашу психику, вот реально. Не буду ни на кого показывать пальцем, но есть вот просто и тупо, причем смотришь, и там еще черепа какие-нибудь нарисованы, и чего там только не нарисовано, там черным по белому большими буквами написано, такое впечатление, что люди каждый день, вот каждый день такие нагнетающие новости делают с целью единственной разрушить нашу психику, просто-напросто. Как-то нужно все-таки преподносить их, мне кажется, мягче. Я понимаю, что это серьезные вещи, но и преподносить, и принимать их тоже нужно немножко как бы отстраненно для вашего же психологического баланса. Также еще вот Мари, моя верная очень подписчица, полиглот, которая знает несколько языков иностранных. Кстати, Мари, у меня к тебе есть отдельная просьбочка, мне тут подсказали подписчики, мне нужно будет как-нибудь Хулио записать на телефон, когда он разговаривает на испанском, и созвониться с тобой, чтобы ты мне помогла понять, о чем это. Но это так, не к теме. Так вот, Мари пишет, Яна, имея столько земли, можно наладить продовольственную независимость и озера рядом в помощь. На самом деле, да, это так. Прям вот конкретно заняться, а еще купить козу, вот как мне советуют тоже подписчики, купить козу, поставить ее около красного дома, где у меня за забором соседка мадам коза живет, назвать эту козу именем этой соседки, то есть, соседочку зовут Тина, то есть, это будет козочка Тина, и вот так, и будет она там ме-хе-хе-хе-хе-хе-хе, а я буду ее Тина, 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 вот будет прикол вообще, ну, по крайней мере, будет козье молоко, оно всегда полезно. Так вот, куры, вон, у дочери у моей есть, она нас уже закидала этими яйцами, просто куча нам их дает, соответственно, огород, Денис будет рыбу ловить, все супер! Дальше, Мари советует воду найти родниковую или очищать карбоновыми фильтрами родник у нас тоже есть красивый родник хороший гаджеты убрать из спальни на ночь да вот это мне нужно взять привычку потому что у меня иногда какая-то идея прет я ночью просыпаюсь беру телефон и что-то там делают но мне нужно отказаться от этого честно говоря все правильно если есть отравление солями тяжелых металлов внимание можно сделать клино анализ на их наличие в лаборатории независимой понятно если подтвердиться то выводят их теосульфатом натрия ну это конечно нужно все проверить посмотреть проконсультироваться с врачом сами ничего не делайте вот когда говорят о каких-то вот таких названиях химических соединениях теосульфат натрия так далее я бы конечно все проверила но однако вот есть такой тоже комментарий может быть действительно это так прищите полынь ускалистную и заваривайте настой суставы часто дают сигнал на чистку то есть если суставы болят это сигнал что организм зашлакован и нужно чиститься надо прислушиваться действительно к своему телу и ко всему что нам сигнализирует наш организм вот сейчас у меня началась проблема с челюстью то с коленом колено тоже я хромаю хожу я как утка хожу теперь под храм его из собственно говоря вот эти вот проблемы с суставами а это же тоже сустав понимаете где-то какая-то у меня зашлакованность либо она шла от маски как мы видели да там что-то в них находится какая-то пыль или какие-то червячки что-то вам такое либо это оттуда откуда угодно может из тех же бутылок которые я пила воду бесконечно покупала кто их знает вот кстати опять же мари пишет в алтай есть муми и ну муми и и помните да тоже не забывать об этом а вот как быть тем людям у которых они живут в таких домах где многоэтажка и где вай-фай там со всех сторон просто у людей вай-фай и bluetooth и микроволновки и четок нет как быть как защититься вот кто-то может подскажет в комментариях как сделать какой-то вот отвод этого всего этих волн вот валентина пишет что уже несколько лет я и моя семья пьем воду после заморозки на сегодняшний день это самая чистая дешевая и структурированная вода важно чтобы правильно это делать в интернете много информации удачи спасибо валентина большое друзья если я не успела прочитать чьи-то еще комментарии вы мне скажите об этом и я еще одно видео запишу либо напишите под этим видео какие у вас еще есть советы потому как мы можем себя защитить предотвратить а если уже что-то произошло как очиститься от инородных скажем так металлов и организмов буду очень рада вашим комментариям и также еще раз говорю пишите мне на мейл присылайте ваши рецепты если вы хотите чтобы я озвучила их для других людей потому что нам всем нужно объединяться и подписчикам и блогерам которых я никак в кучу собрать не могу блогеров к сожалению но подписчики все у меня здесь поэтому давайте как-то поможем друг другу и поделимся разными полезностями а я побежала потому что денис меня тянет опять на рыбалку